Одно из отделений реанимации областного перинатального центра. Здесь лежат новорождённые с экстремально низкой массой тела – до одного килограмма. Обязательная процедура для каждого малыша – эхокардиография. Доктор определяет, есть ли у ребёнка такая патология, как открытый артериальный проток. Диагноз нужно поставить в самые первые дни жизни. И после принимать решение – лечить медикаментозно или делать операцию. Диагностику проводят на самом современном оборудовании. В помощь врачам и вот такие аппараты ИВЛ. Умная аппаратура автоматически регулирует уровень подаваемого кислорода. Ещё одно отделение реанимации для детей постарше. В этой реанимации у нас лежат самые тяжёлые дети, заболевание которых, к сожалению, не закончилось первые дни после рождения. Вот, например, ребёночек, который лежит уже в течение четырёх месяцев. У него проблемы с лёгкими. Татьяна Павлова рассказывает, некоторые малыши лежат в реанимации до полугода. Здесь за ними самый тщательный уход. В Кювезах создан свой микроклимат. Поддерживаются определённая температура и влажность. Задача медиков не просто выходить ребёнка, но свести к минимуму возможные осложнения. Они могут быть получены в результате заболеваний, с которыми рождаются недоношенные дети. Для оказания квалифицированной помощи таким маленьким пациентам врачи постоянно учатся, проходят стажировки в лучших российских и зарубежных клиниках. Внедряем методики так называемого развивающего ухода. То есть мы не только ухаживаем за ребёнком, мы стараемся его развивать уже с самых первых дней, как он поступает в нашу реанимацию. Это важно для того, чтобы развитие и неврологическое развитие, и психическое развитие ребёнка в дальнейшем было полноценным. То есть только в этих условиях мы сможем обеспечить не только выживание таких детей, но и обеспечить качество жизни. А это отделение совместного пребывания. Здесь малыши, родившиеся недоношенными, лежат вместе с мамами. Главная задача под наблюдением врачей – набирать вес. Дочь Анны Шабалиной Александра при рождении была легче килограмма. Сейчас девочка весит около двух килограммов. Скоро Анну с дочкой выпишут. Их уже заждалась вся большая семья. Врачам большое спасибо за мою девочку, что она сейчас такая у меня уже большая стала. С 910 грамм вырастили. Самое тяжёлое было, когда, конечно, я домой уезжала. Приходилось раз в неделю только мне ездить к ней. В случае рождения детей с низкой массой тела составляют примерно 15% от общего количества родов. Самые распространённые причины патологии – курение будущей матери и аборты. На реабилитацию одного малыша может быть потрачено до 2,5 миллионов рублей. Наталья Протопопова говорит, в областном перинатальном центре выхаживанием таких детей занимаются уже три года. Мы смогли создать эффективную трёхуровневую систему оказания медицинской помощи. То есть мы пришли к выводу, изучив мировой опыт, что ребятишки с очень низкой массой тела могут рождаться только в очень крупных лечебных учреждениях. Там, где с момента рождения им может оказываться правильная медицинская помощь. Это ребятишки, которые, конечно, не очень функционально незрелые, но я ещё раз говорю, если персонал обучен, если имеется достаточное оборудование, правильно выполненные технологии, то шансы на жизнь у этих детей есть. В России только в 2012 году стали регистрировать детей, родившихся с массой тела 500 граммов. Сегодня в Приангарии выхаживанием малышей с экстремально низкой массой тела занимаются лишь два медучреждения – Иркутские областной и городской перинатальные центры. Опыт коллег сейчас перенимают перинатальный центр «Братска». Вероника Титова, Александр Пахомов. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова